50 тысяч литров контрафактного спиртного изъяли с двух складов в Красноярске. Сначала полицейские обнаружили подпольный цех по разливу в железнодорожном районе. Там было множество упаковок с алкогольным коктейлем, этикетки, крышки и пищевые красители. Позже стражи порядка нашли еще один такой же склад. Никаких документов на все обнаруженное, конечно же, не оказалось. Возбуждено уголовное дело. На реке Чулым рыбаки обнаружили странно яркие бирюзовые пятна. На обычной цветении водорослей они совсем не похожи. Скорее, это напоминает разлившуюся краску. Подозрительное вещество собрали ведра и пожаловались властям. Прокуратура начала проверку, к ней привлечен природнодзор. В Красноярском аэропорту желающим начали делать экспресс-тесты на антитела коронавирусу. Для этого берут кровь из пальца. Результат будет известен уже через 15 минут, а он покажет, здоров ли сдавший, болен ли он раньше или заражен сейчас. При положительном тесте пациенты снимут с рейса, изолируют его и уведомят врачей. Тесты берут круглосуточно, но не платные и не дешевые – 2500. Сезонная вакцинация от гриппа начнется в Красноярске не ранее, чем в конце августа, сообщили инфекционисты. Планируют привить 60% жителей края. Это на 10% больше, чем в прошлом году. Эксперты настоятельно советуют поставить прививки пожилым, беременным и тем, у кого есть хронические заболевания. У таких людей низкий иммунитет.